В единый день голосования, который в этом году выпал на 10 сентября, глав регионов будут выбирать 16 субъектов страны, в том числе и в Рязанской области. Политические партии выдвигают кандидатов. Единая Россия выдвинула на выборы рязанского губернатора, исполняющего обязанности главы региона Николая Любимова. Итоги двухмесячных праймерис подвели на областной партийной конференции в среду 14 июня. В праймерис, который длился с апреля, кроме Любимова участвовали еще три кандидата. Президент областной торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева, полковник ВДВ Сергей Лукьянов, а также замглавврача Рязанской области Владимир Юзин. По итогам тайного голосования наибольшее количество голосов делегатов, а именно 125 из 148 голосовавших, набрал Николай Любимов. Однопартийцы аплодировали стоя. По словам Любимова, главные задачи работы определены майскими указами президента. Именно здесь обозначено то, что определяет качество жизни людей, уровень их комфорта и благополучия. Одна из главных целей в работе – высокая экономическая активность региона. У нас это сделать быстро непросто, но нужно. Потому что времени на это, в принципе, много нам не отведут. И я уверен, что конкуренция сейчас, которая между регионами существует за инвесторов, за деньги, она просто очень жесткая, и необходимо здесь какие-то конкурентные преимущества очень быстро сейчас находить и их показывать. Напомним, Праймерис – это обязательная для «Единой России» процедура на всех выборах. Простроилась ни в коем случае. Наоборот, я рад за то, что люди правильно поняли, что перспектива и развитие области за человеком, который неординарный, высокоинтеллигентный и имеющий свою правильную грамотную программу. Что ж тут, наоборот, радоваться надо. До конца недели планируют определиться с кандидатами на пост губернатора партии КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия и партия Роста. Напомним, выборы назначены на 10 сентября.